А выход этой озвучки стал возможен только благодаря YouTube-спонсорам и подписчикам на Patreon, ссылки в описании. Меня зовут Энтони Падия, и сегодня я проведу день с Келвином, бывшим членом секты, который родился там вместе с 44-мя братьями и сёстрами. Какие пугающие флажки он начал замечать, и что потребовалось, чтобы сбежать из этой секты? К концу видео мы узнаем, легко ли перепрограммировать свой мозг, когда тебе годами промывали мозги. Или процесс разрушения своего старого восприятия может быть ужасен и мучителен. Я провел день с бывшим членом секты. Привет, Келвин! Брат, рад быть здесь. Нравится, как вы предметы расположили. Мне кажется, что все сочувствуют тем, кто оказался внутри секты, но про себя думают. Никогда я сам не окажусь внутри секты. Как думаете, это чувство верное? Говорить, как кто-то мог оказаться внутри секты, то же самое, что говорить, как кто-то мог оказаться в тактичных отношениях. Никто не хочет вписываться в тактичные отношения. Есть как раз кое-что, что, как я думаю, многие упускают. По мне, идея секты в очень широком спектре предлагаемого. Да. И тебя к этому подбивают до тех пор, пока ты уже не сможешь уйти от них. И не успеть увидеть и сказать, а, дерьмо, это не то, чего бы я хотел. Внутри секты. Как назывался культ, в котором ты состоял, и какая там была фундаментальная вера? Наверное, многие слышали про мормонов. А есть еще такая штука, как мормонский фундаментализм. Мормонизм был основан одним парнем, Джозефом Смитом. И одна из вещей, за которой был известен Джозеф Смит, он был полигамистом. У него была небольшая группа людей в церкви мормонов, которые верили, что многоженство – это божественное, священное дело, которому надо следовать. И так они далее жили всегда. Они вырастили закрытое подпольное движение. И я вот из такого. Вы должны быть связаны со своим главой священства. И вы находитесь в этом пузыре, и если вы выйдете во внешний мир, то в лучшем случае вы потеряете свою душу. Это прям очень буквально. Это не метафора. Именно поэтому для меня это было таким невероятным вызовом. Ведь я совсем не хотел быть проклятым и попасть в ад. То есть ты именно в жизни переживал, что ты будешь гореть и страдать? Да, потому что вопрос. Всегда тебя преследуют, правильно ли, если ты уйдешь, и не ошибка ли это? Люди любят историю, а когда ты делаешь хороший культ, это хорошая история. С отличными наградами и реально ужасными наказаниями. Да, в точку. Одна из наград, если мы продолжим быть хорошими и будем очень покорными. Когда-нибудь мы сами сможем стать богами. В буквальном смысле богами. И это как обрести весь смысл. И ты чувствуешь, постоянно пропускаешь это через себя. Я могу вырасти и стать таким, это звучит так круто. А с другой стороны, понимая, как мы много делаем, ты чувствуешь, что тебя будут судить. Потому что ты что-то делал. И либо ты получаешь царствие небесное, которое потрясающее. Или ничего. Или самое худшее. Самое худшее, это бесконечная боль, страдания и проклятие. Тебя выкидывают во тьму. Одна из самых грустных вещей, которые я переживал. Когда моя бабушка умирала, я слышал, как она перед смертью повторяла, надеюсь, я была хорошей, надеюсь, я была хорошей. То есть ты всю свою жизнь подводишь... Да. ...именно к этому моменту. Рефлексируя и надеясь, что... Да. ...сделал достаточно. Я надеюсь, что сделал достаточно. Я должен это заработать. Я должен делать еще больше. И делать еще больше. И работать еще тяжелее. И всегда знать, что... ...ты недостаточно хорош. Видя, как моя бабушка отправляется в то место, и как в конце жизни она к себе относится, это... ...грустно. Выращенный четырьмя женщинами. Сколько у тебя было братьев и сестер? Они у тебя были? У меня их 44. У меня больше братьев и сестера, чем дней в месяце. Считай, одно время их было больше, чем президентов. Срань господня. Ты прав. Нужны, видимо, еще. Я писал об этом в сообществе, и люди задавали вопросы. Многим была интересна сама эта идея жизни в сообществе 45 братьев и сестер под одной крышей. Расскажи немного, на что это похоже? Это нормально. Одна из форм нормального. Формально это было нормально из того, с чем мы были знакомы. Я только это знал. Ну, а... С другой стороны, это было весело. Типичный день встает в 6 утра доить корову и... ...пропалываешь огород, играешь в баскетбол. Просто жизнь живешь. Ты выглядишь радостным, когда это вспоминаешь. Да, это были потрясные вещи. А самым лучшим было... Сколько у меня братьев и сестер. Их было настолько много, что у нас в семье возникали просто пары друзей. Я себе это представил как сериал «Крутые братья и сестры». Да, именно. Какие у тебя были отношения с родителями? Эта культура особенно невероятно патриархальна. Потому что отец – это твоя связь с духовенством. То есть твой отец – это связь с Богом. Бинго. Когда ты живешь в такой культуре, как эта, ты должен быть предан своему отцу. Он даже скорее меньше отец для ребенка, чем авторитет, за которым следуешь. А можешь сказать, была ли похожая динамика общения с мамой? У меня четыре мамы. Четыре мамы. И вот, кстати, если посчитать, мои мамы родили по отряду 12-13 детей. Вы постоянно окружены множеством людей, которые дают вам любовь. У вас есть несколько матерей, которые дают вам любовь. Мы все хорошо понимали, это все мои мамы. Мой отец ненавидел концепт фаворитизма. И вообще это слово, его любимое слово было «моногамия». Моногамия при этом было ругательным словом. Ты собираешься пойти и сделать что-то со своим кровным родственником? Это звучит так о себе, это звучит так моногамно. Ты не чувствовался в ловушке, тебе не хотелось пойти поесть в ресторан или что-то типа того? Мы об этом буквально ничего не знали. Кто всегда говорит тебе правду? Духовенство. А где духовенство? Прямо здесь. Если тебе нужна правда, зачем тебе уходить отсюда? Как ты узнал, кто именно твоя мама, когда тебе об этом не говорили? Потому что настоящая мама заботится о своих детях намного сильнее, чем о других. Ты про простой чехских книг? Да, да, я помню ещё с тех времён, когда я ещё только ползал. Я помню, как она у меня подгузники меняла. Что? Хочешь вверх, хочешь нет? Убокая концепция. Я помню, как меня мама убаюкивала и всякие такие штуки. Я не помню, как она меня кормила, слава богу. Вот не помню и спасибо. Нет посасывающих воспоминаний, хорошо. Я отлично, я люблю тебя, мам. Боже, я очень рада, что у меня такого нет. Как думаешь, есть что-то неправильное в полигамии? Нет. Мы чувствовали, что нас преследовали много поколений. Даже просто за одну эту идею. Так что, если кто-то хочет иметь любую комбинацию в отношениях, то это вообще не моё дело. Где-то должна быть черта за этими «да» и «нет». Не должна заканчиваться свобода выбора. Нет такого, что ты выберешь хороший и попадёшь в рай, или выберешь плохой и попадёшь в ад. Выбор за тобой. Выбор за тобой. Это и есть свобода. Да. Ты можешь выбирать. Несмотря на то, что ты родился в секте, ты чувствовал, что родители хотели тебе только хорошего. На миллион процентов. Сейчас ты не винишь их ни в чём, что происходило. Но иногда люди делают пиздец глупые вещи. И они могут причинять боль. В целом, мои родители и другие люди, которые происходят из этой культуры, имеют только благие намерения. Делая всё в праведных целях. Проблема в том, что... Праведность может заменить любовь. Ко мне часто приходят воспоминания, а мы с ним вдвоём в таком месте, и как для любого маленького ребёнка. Твой... Твой папа, твой герой. Да, конечно, не рассказывай, если хочешь. Нет, 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 это отличный вопрос. Об этом нужно говорить. Это было, когда один из... Маленьких... Родился. Он долго был в больнице, потому что был преждевременным. И это был... Огромный праздник, когда его наконец-то привезли. Семья была счастлива. Это было... Воскресное утро. Мама приводила себя в порядок, которая родила этого ребёнка уже за пару месяцев до этого, и... Мой папа пришёл. Дал мне моего младшего брата, вот который родился. Я помню, это был такой прекрасный момент. Я думал, как же мне повезло. А потом я поднял глаза и увидел безумную напряжённость между мамой и папой. Тогда я увидел, как папа ударил маму. Что у тебя было в мысли в тот момент? Всё спуталось, да? Когда ты ещё очень молодой, ты просто... Ты тренируешь себя... Пытаться как-то отделять это. Пытаться просто избавляться от этой части. Это запутывало. А что меня больше запутало, всё замерло. Я... Я... Просто начал кричать и плакать. Папа подошёл, обнял меня, начал спрашивать, ты в порядке? Ты в порядке? А потом повёл меня замороженным из-за всяким таким... Жизнь просто продолжилась. Возможно, поэтому он был таким токсичным, потому что... Для него это не было так плохо, потому что это прикрывало все дерьма. Но это слишком просто, что он уже мужчина и имеет священство. Прости его. И все вот эти дерьмовые з... Заявления, которые игнорируют жертву. Отпусти всё это, потому что оно держится за тебя. Только всё это время происходили тихие страдания, и это несправедливо. Что-то из этого покажется странным или заставит задавать себе вопросы, могу ли я теперь этому всему доверять. Этого было достаточно, чтобы понять. Это не может, это не может быть хорошо. Помню, даже задавался вопросом, что мама могла сделать, что она такое заслужила. Вас научили винить жертву. Если ты разозлишь кого-то, у кого по позиции авторитета, то обычно это... Ты виноват. Промывка мозгов. Вам когда-нибудь говорили, что вам промыли мозги? Нет, и факт. Ты смотришь на внешний мир и понимаешь, почему они ошибаются. А ты знаешь правду. Да, мы знаем правду. Нам так повезло. Нам так повезло. Нам нужно молиться ночью и днём. Мы прямо родились для этого. Думаю, сейчас многие смотрят и думают, это... Это... Это не звучит как секта. Это звучит как строгая религия. Такие вещи не звучат как секты. Они звучат как прекрасная миссия, прекрасная система ценностей. А секта это деструктивно. Это деградация. А тут что-то, что когда-то было хорошо и смогло существовать и дальше. Контроль над этим стал более централизован. Внутри и вне группы динамика стало сильнее. Ставки за уход только повысились. А потенциальная награда, если ты там, необычайно хороша. Такое сейчас очень сложно создать. Сразу не назов сектой. Приняв красную таблетку. Был ли ключевой момент, когда вы поняли, что вам нужно сломать всю свою систему убеждений? Я сказал, что хочу в колледж. Я хорошо помню свой первый разговор с папой. Что хочу поступить в колледж. Если ты хочешь расти, учиться и получать знания, то зачем тебе колледж? То, что он именно для этого. Ты сам ответил на свой вопрос. Да, он ответил, не это поможет тебе на страшном суде. Вообще все, что делается в моей семье, всегда идет с риском потерять душу. И если пойдешь учиться в колледж, потому что ты будешь среди других. Ты мог бы стать обычным, и тебе промыло бы мозги в обратную сторону. Бинго, ты можешь сойти с пути. Как вы их убедили? Я пошел на встречу со своим дедушкой. Так. Он спросил, что ты хочешь делать. Я сказал, бизнес. Он подумал и сказал, что, наверное, это хорошая идея. Потому что у нас так много людей. Знаю строительство, сантехнику, электрику. И никто не разбирается в бизнесе. Изначально все идет на пользу сообщества. При этом вам нужно быть очень честным, выучиться и вернуться обратно. Да, вернуться с общим образованием. И один из классов, который я посещал, был класс философии. Чувствую, все будет скатываться в южную философию. А, чувак, этот класс был безумно классный. Мы весь семестр посвятили матрице. Уверен, ты начал находить много параллелей. Матрица была основана на безумно старой истории. В платоновском мифе о пещере. Группа людей сидит в пещере. И так было всю их жизнь. Неожиданно перед ними на стене появляются тени. И они находят свой смысл в этих тенях. И они просто любят на них смотреть. Когда они видят тени на стене, они восклицают. Это рай. Они обсуждают, спорят. Тени – их реальность. В один из дней персонаж платоновской истории выбирается из цепей. Видит, что есть задняя стена. Идет к противоположной стене. И посмотрев за стену, он видит, что тени делает кто-то, держащий в руках фигуры перед огнем. Вся жизнь этого человека теперь под вопросом. Ведь тени, которые он считал реальными, это просто проекция чего-то другого. Вдруг он видит трещину в стене и выходит из пещеры. Скажем, он увидел тень от дерева и после увидел реальное дерево. Его мышление взрывает. Буквально вся его личность. И всё, что он знал, буквально разрушилось. Ведь всё, что он знал, оказалось неправдой. Его это напугало. И? Когда он чуть отошёл от страха, он подумал, это невероятно. Неужели? Неужели жизнь – это что-то большее? Но стойте, ведь у меня ещё друзья и семья там, внизу. Они тоже должны об этом знать. Так что он вернулся в пещеру. Он плохо видел и постоянно спотыкался. И люди у него спросили, «Эй, ты где был?» Он им ответил, «О, дайте я вам расскажу, там есть целый внешний мир, который с ума сойти». Но у них нет примеров, чтобы представить. И теперь они думают, что он просто сошёл с ума. «Но что может быть лучше теней, которые у нас?» Они его спрашивают. «Вы что, не понимаете?» Что я вам пытаюсь донести? В сравнении с тем, что я видел эти тени – ничто! Там всё реально, а они нет. Теперь он кажется им угрозой. Что ты имеешь в виду? Ты хочешь убрать наши тени? И чувствуя от него угрозу, они убивают. После того, как мой профессор рассказал эту историю, я думал о том, что до этого знал. Вот дерьмо. Не было ничего, ничего, что было бы похоже на это чувство, которое у меня неожиданно проявилось. Это было связано с моим папой, с лидерами духовенства, церкви. Это было первое, что я назвал трещиной. Это чувство постоянной невероятной тревоги. Я не мог себе объяснить, почему то, во что я верю, стоило верить. Ты почувствовал, что открыл глаза, и всё в мире оказалось другим? Это стало отправной точкой для постоянных сомнений. Я не говорил, что это всё неправильно. Я говорил, надеюсь, это всё ещё правда. Была надежда, что всё, на чём построена жизнь, реально. Да, я надеялся, что это реально. Это переключило меня в режим интенсивной учёбы, поиска ответов. Я думал, если это правда, то тут тоже должно быть подтверждение. И когда я нашёл все свои ответы, я будто вышел из пузыря. Я уехал из своего маленького городка в Юте. Я пошёл на закрытую встречу, чтобы рассказать об этом небольшой группе людей. Я начал сомневаться в своём восприятии, восприятии реальности. Там один человек спросил, что происходит с людьми, если они ошибаются. И я начал описывать ему ад. Тогда он сказал, похоже, ты так чувствуешь себя прямо сейчас. И он помог мне понять, что такое жизнь, потому что я сейчас уже мучился, как в аду. Ты внутренне чувствовал то, что описывал, как внешнее. И когда все части собрались вместе, и я получил так много правды, я наконец пришёл к моменту, где понял, я больше не верю в это. Я знаю, что у тебя есть голосовая заметка, сделанная в тот особенный момент, когда ты наконец-то разобрался в себе. Именно тогда, да. Включишь её для нас? Конечно. Я записываю это в своей квартире в Центральном парке Аризона. Что я делаю? Я сейчас размышляю над этим. Что я реально хочу? Хочу ли я остаться вместе с сообществом? Вместе с семьёй? Вместе с религией? Частью которой я был 29 с лишним лет. Я думаю, что... Я думаю, то, что мне стоит произнести. Вещь, которую бы я раньше ни за что не записал. Думаю, должен сказать, что я не останусь там. Не думаю, что я останусь на работе. Работа в смысле... Я так религию называю. Когда я сижу и представляю сам себя через 5 или 10 лет в будущем таким же, я не чувствую, что это правильно. Я должен верить, что если это место и эта религия истинное место, место Бога, то когда я отделюсь от неё, я бы смог что-то не найти. Но все эти люди ищут правду. Сколько из них нашли работу? Реально, 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 реально мало. По факту, когда я смотрю на работу и на религию, кто из них кто? Кто из них кто для людей, которые занимаются этим? Они были рождены для этого целыми семьями. Это красный флаг для меня. Поэтому я записываю это сообщение для себя, и я надеюсь, у меня хватит смелости сказать себе. Это... Это вопрос времени. Я ухожу с работы. Ты правда это сказал? Да, я вижу, вижу мурашки по коже. Каково это снова это услышать? Я охрененно горжусь. Ты возвращаешься в тот момент, когда происходил этот процесс? Да, я чувствую, как колесики, колесики крутятся. Потому что я слышу, как пришел в себя. Основываясь на моем личном жизненном опыте. Выхода в мир, общения с разными людьми, приходить к собственной системе убеждений. А не когда меня кто-то этому убеждал. И я даже могу ошибаться. Да. Да. И все будет в порядке. И я бы предпочел выбрать это и отправиться в ад. Если вы только за это отправляют. Чем верить в другие вещи, которые по смыслу только проклинают меня. Сколько времени понадобилось, чтобы сказать это? Потому что ты чувствуешь это? Ты знаешь это, это на кончике твоего языка, но никак страх не даст вырваться этому из твоего рта. Если ты это скажешь, это не верно, ведь к этому надо быть готовым. Прошли еще несколько месяцев, пока я не сказал остальным людям. Нужно было смириться с собой. Да, нужно было смириться с собой. Больше всего я боялся, как я об этом скажу, к своему отцу. Это было безумной мукой. Я просто понимал, что это выбьет его. Я приехал к нему домой. Я спросил, мы можем поговорить? Мы поднялись в его комнату. Я ему рассказал. Он до этого вообще ничего не знал? Нет. Я рассказал ему, и да, это его сломало. Он спрашивал меня, почему? Пытался меня отговаривать, но я просто сказал, нет, я закончил, я ухожу. Какая энергетика была в комнате? Свободы, потому что разговор с моим отцом был началом. Понимание, кто есть настоящий я. Мое собственное независимое я, не привязанное к чему-то решению. Как не думать, ходить и говорить. Жизнь после секты. Теперь пройдя через это, когда есть новый мир, о котором можно размышлять. Где есть такое же поведение, как в сектах, в повседневной жизни. Там, где есть сообщество. Когда оно превращается во что-то не очень хорошее. Когда вы начинаете говорить, что мы все потрясающие, обесценивая группы вне себя. И выделяете там какой-то центральный авторитет. Так, тогда это уже похоже на секту. Это можно применять к другому, к отношениям. Когда вы живете вдвоем, может быть такой путь. Если сравнить с отношениями, это может сравнить с токсичными отношениями. Да. Где очень высокие ставки за выход из них. Да, и это существует вокруг нас в разных формах повсюду. Политика. Или национализм. Капитализм. Еще одно правило секты. Ты сможешь увидеть ее только со стороны. Откуда ты знаешь, что ты не внутри? Нет беспокойства, что вы показываете свое лицо на камеру. Потенциальным миллионам людей, которые относятся к вашей секте. Даже ваша семья может это увидеть. Мне слишком комфортно сейчас в своей шкуре буквально чем когда-либо. И если кто-то на это обидится, круто. Вот такая вот часть жизни. Ты же никого не собирался обижать, я прав? Но вдруг такое получилось, несмотря на это. Ну, а надеюсь, это может вызвать сопереживание у кого-то, кто внутри или снаружи. Но мне сейчас комфортнее, чем когда-либо было. Если есть кто-то из вашего прошлого, вашей семьи, религии, церкви, которые по случайности сейчас смотрят это видео. Что бы вы хотели им сказать? Единственное, что мы точно знаем, что мы здесь. Здесь. У нас одна жизнь. Это наша жизнь. Мы должны ее жить. Реально, реально. Посидите с собой. Взгляните, входит ли это в часть вас. Что бы вы выбрали, будь вы на нейтральной позиции. Вы выбрали бы жизнь, которую хотели бы сами делать. Или которая вам дана. Когда ты можешь делать то, что хочешь, это делает тебя счастливым. И это ведет к еще более глубокому счастью. Вы бы это хотели? Как думаете, какое самое большое заблуждение о сектах? Людям, которые в них просто промыли мозги. Я думаю, это очень унизительное заблуждение, которое не видит психологическую игру в этом всем. Это просто... Ага. Возможно, мне стоит быть внимательнее, задавать вопросы и осматриваться. Я частенько вижу у людей наклейки на машинах. Я думаю, неужели этот человек настолько верит во что-то, будь то... Американский флаг или рыбу Дарвина. Да что бы это ни было. Это тот тип людей... Возможно, которые не задают вопросы. Не мыслят широко, просто веря в это. В мыслях, делающих только выводы, нет места для расширения. И вот с ними нужно быть осторожней. Это не значит, что у вас не может быть опоры под ногами из вещей, в которые вы верите. Тем более, если вера помогает. Но, думаю, лучшая помощь... Открытый ум ко всему. И не быть ко всему закрытым. У тебя есть пять секунд, чтобы порекламировать или сказать любую вещь в камеру. Вперёд! Я только написал свою первую детскую книгу, посвящённую моей дочери Белли. Ошибки это окей, Мэгги Мэй. Сделайте предзаказ на сайте kelovinwaymay.com. И это ваше первое видео здесь. Вы не видели остальные видео? Они фантастические. И вы ещё не подписаны. Вы чё делаете-то? Вы чё делаете со своей жизнью? Вы теряете так много хорошего. Взгляните на это. Взгляните. Есть так много, чего вы могли не увидеть. Что ж, вот так я провёл день с Келвином, бывшим членом секты. И мне кажется, я стал чуть лучше понимать это чувство, когда находишься внутри секты каплю лучше. И это может показаться очевидным людям за пределами одной системы убеждений. Но это совсем другой опыт, когда ты был только в ней. И я думаю, это относится к многим вещам из нашей жизни, даже больше, чем мы можем представить. И я очень ценю смелость Келвина, который вновь пережил этот травмирующий опыт для площадки с потенциальным миллионом зрителей. Чтобы мы могли глубже понять тему. И надеюсь, что какие-то вещи применить на себе. В итоге. Да, я рос на ферме. Такая маленькая семейная ферма. Маленькая семейная? Но... Туше, брат, туше. Маленькая семейная ферма, маленькая семейная. Ферма. Маленькая ферма, большая семья. Звучит как название хитового ТВ-шоу. Жми лайк, инкорпорейтед. Отдельная благодарность подписчикам на Патреон за поддержку выхода этой серии. И лично спасибо Евгении Тарабович, Юлии Смирнова, Галактус, Хахна и Константин Мас. Поддержать выход новых серий можно по ссылкам в описании. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok